Всем привет! Данный видеообзор записан специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru На обзоре воблер от фирмы Chimera, называется он Remix Ardent Представляете с такой вот симпатичной упаковкой, очень все стильно, выглядит прикольная именно надпись фирмы на данном фоне Фон, который переливается и похож на какую-то звуковую дорожку, но очень выигрышно выглядит на данном фоне воблер Также на лицевой стороне упаковки есть вся информация по данному воблеру 110 SP, то есть нейтральная плавучесть, размер 110 мм, 17,5 грамм вес Заглубление указывает производитель от метра до полутора, ну то есть в зависимости какой равномеркой вы будете проводить данную приманку Не равномеркой, а проводкой, извиняюсь, на равномерке на быстром пойдет полтора и на twitching где-то будет заглубляться около метра И также сказано, что оснащается данный воблер крючками от фирмы Owner, что в принципе очень и очень классно Так как воблер получается по нынешним меркам сверхбюджетный, то три тройника от Owner, я думаю, стоят равной сумме данной приманки И если это настоящие японские оригинальные крючки, то это просто невероятно классно, что такие бюджетные приманки оснащаются дорогими японскими крючками Ну как вы понимаете по форме, что это копия на очень известный японский воблерок от фирмы Ospi И многие производители копируют подобные успешные формы, ну так как они действительно ловят рыбу, зачем копировать то, что не ловят? Лучше сделать свою копию более бюджетной и недорогой для того, чтобы любой рыболов мог попробовать Если уж зайдет, так сказать, можно уже прикоснуться и к оригиналу, который стоит раз в 10 дороже данной приманки Это, по сути, такой щучий воблер в основном, классно работает на твичинге Так как он суспендер, на остановках классно зависает, немного даже покачиваю боками Но в основном это такие рывки, 2-3 рывка, пауза и в эти моменты щука очень классно реагирует Напоминает, как и большинство воблеров такого малька, уже немного подросшего Для более схожести есть жаберные крышки, глаза с голографическим зрачком, которые видно с большого расстояния Тело приманки рельефное, напоминает чешую рыбы, также имеется боковая линия Производитель у нас защищает воблерок от того, чтобы он повредил себя тройниками И в комплекте идет вот такая вот резиночка, которые скреплены, как я надеюсь, до острейшей тройники Да, это скорее всего Овнар, имеет невероятную такую острую заточку Крючки хоть и не особо большие, но острые, я думаю, от трех тройников хищнику деться уже будет некуда Лопатка небольшая, ну, в принципе, широкая и даже на равномерке, в принципе, этот воблерок тоже должен иметь такую живую подвижную игру Можно попробовать его по ночному судаку, но для многих это будет довольно-таки большой размер, 110-й Но где судак выходит покрупнее, он и подобной размера приманку должен хватать Заводные колечки тут плоские, не исключено тоже, что овнаровские И, в принципе, они довольно-таки сделаны с плотным витком Кольца, на первый взгляд, очень качественные Имеются небольшие отверстия в крепежных петельках Не знаю, сквозные они или нет, но для пущей надежности можно перед началом использования все же проклеить данный воблерок Так как есть какие-то непонятные отверстия Надеюсь, они не сквозные, но я на всякий случай воблерок проклею Что бросается в глаза, это невероятно крутая качественная покраска Переходы четкие, нет никаких ни капелек, ничего лишнего То есть, все сделано просто по покраске, ну, близко к идеальному Ну, сами можете в этом убедиться Яркие, четкие цвета Ничто друг на друга не находит Никаких плевков, ничего подобного здесь нет Здесь использовано так 6-7 цветов на первый взгляд Интересная раскраска, особенно мне нравится такое вот голубоватое пузо Очень оно с одной стороны яркое, но с другой стороны я думаю, что данный воблерок на фоне неба будет с таким пузом сливаться Но здесь зато имеются такие вот яркие, интересные бока Воблер оснащен в системе дальнего заброса в виде перекатывающих шариков Что дает плюс 2-3 метра к забросу И плюс эти же шарики и служат шумовой такой привлекательный Воблер, что на твичинге, что на равномерке Создает довольно-таки много шума И тем самым дополнительно будет привлекать активного хищника На сайте есть более десятка расцветок Есть очень интересные варианты Типа рыбки Немо Либо что-то типа Немо Но в серебряной расцветке и желтыми полосками Но мой взгляд остановился на данной расцветке Тоже довольно-таки необычное и интересное Мне понравилось Поэтому обратите внимание Хотите познакомиться с твичингом С такими довольно-таки крупными воблерами Начните с подобных воблеров Сделано сверх качественно Цена смешная Поэтому можно попробовать себя в твичинге С таких вот недорогих приманок Как Chimera Remix Ardent Ну а на этом мой обзор подошел к концу Всем спасибо за внимание Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok